Ну что, друзья, так и не дали мы немного отдохнуть вам. Группа Волощука СД вновь отправляется в поход. На этот раз летим в Арабию. Уж вы не обессудьте. Будем рассказывать, как там народ в Арабии живет. А заодно мы очень честно вам расскажем, как привечают там русских туристов и рок-звезд. Чем кормят, поят, на что спать кладут. Мы все покажем. И развлекают чем и как. Докладывать вам будем прям с колес. Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки. Сегодня у нас торжественный день. Сегодня, наконец-то, заканчивается наше рок-путешествие по Арабии. И скоро назад в Москву. В нашу бурлящую рок-действительность. Опять будем сочинять рок-н-роллы, баллады и блюзы. Опять будем ходить на рок-концерты и спектакли. А потом делать отзывы на них. Снова будем ходить в прекрасные московские рестораны. И радовать наших подписчиков, особенно хейтеров, рассказами о вкусной еде. В общем, праздник у нас сегодня. Праздник окончания отдыха. И в связи с этим знаменательным событием, я решил сделать всем участникам рок-группы Волщука СД подарки на память об этом рок-путешествии. Для этого я незаметно от нашей группы ушел с пляжа, затерялся в толпе отдыхающих и отправился в самый крупный местный торговый центр, который называется Дубай Молл. Это целый торговый город. Я еще не знал, что я там куплю, но был уверен, что без подарков я оттуда не уйду. Наверняка там каждый день что-нибудь интересное выбрасывают на прилавок. Помните это выражение из Советского Союза по поводу какого-нибудь дефицита? Выбросить на прилавок. И сразу толпы голодных на любые товары народного потребления советских граждан сметали все с прилавков, на которые что-то выбросили. А зачастую сметали и сам прилавок. И вы знаете, мне повезло. Там в одном укромном уголке этого Дубай Мола продавали духи самых известных мировых брендов. И я решил всем участницам рок-группы Волчука СД, а также нашему бессменному и знаменитому режиссеру и продюсеру приобрести по флакону хороших духу. Вы скажете мне, ну и что тут оригинального и запоминающегося? Везде все это продается. Да, согласен. Но тут в Арабских Эмиратах есть две особенности. Первая. Это то, что здесь за продажу контрафакта вешают, ну или сажают надолго в тюрьму. Поэтому ты здесь гарантированно купишь подлинный товар. А вторая особенность заключается в том, что они по твоему желанию тут же, не отходя от кассы, наносили на флакон духов именную гравиров. Поэтому я решил, что такой подарок будет и приятен, и полезен, и запоминающийся. А вручить эти подарки я решил вечером в ресторане «Атмосфера», который находится на 123-м этаже здания Бурж-Халифа, на 440-метровой высоте, куда я и пригласил всю рок-группу отметить окончание этого прекрасного рок-путешествия. Уважаемые любители рок-музыки, членные группы «Голчука издания», говорят, хотим в ресторан. Я говорю, а вы что, не наелись, что ли, в обед, а не в родней? Не наелись, мы хотим поужинать. В самом высоком ресторане мира. «Атмосфера» называется. Вот туда мы сейчас с вами пойдем и проверим, а умеют ли там готовить. Потому что в ресторане, конечно, вид важен, это понятно. Но самое главное в танке – это что? Танкист. Поэтому самое главное в ресторане – это повар. Поэтому пойдемте проверять, а умеют ли они готовить. Так как наши хотя бы. Ну, я имею в виду в Москве. А заходят в ресторан «Атмосфера» через гостиницу «Армании». Видите, «Резиденс Дубай», «Армании». Поэтому идемте. Нас сейчас проведут к лифту скоростному, который поднимается 12 метров в секунду. Мы заказали столик видовой. Здрасте. Атмосфера, куда идти? Так. Ага, «Си». На «Си» находится ресепшн. «Си»? «А ты идешь на «Си»?» «Да». «Вообще? Нет, это не так. Это «Г» флот. Видите, тут иностранцы ходят даже. Не только русские. А пока я сидел, тут проходили организованной толпой. Russian tourist. А тут, оказывается, не только русские. Я-это думал, что только русские ходят в этот ресторан. Потому что тут пол-дубая русских. Ездят на всяких этих. Бугатти всяких там. Ламборгини. Ох. Здравствуйте. Атмосферы хочется. Есть. Есть. Говорят, есть. 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 Елена. Елена. Волосщук Елена. Это наш продюсер. Это наш продюсер. Это самый главный человек у нас в нашей группе. Нет, не верят. Не верят, что такая красавица может быть самая главная. А вы думали, что я главный? Тут главное у нас. Это Елена. Табль готова. Так что просто сидите здесь, хорошо? Да. Спасибо. Спасибо. Ну, хорошие люди встречают нас. Я уверен, что и накормят хорошо. Сказали, Елена Ивана, сказали, ждите и не беспокойтесь. Вот вот она сказала, вот эта красавица, восточная сказала, ждите и не беспокойтесь. Поэтому предскаживайтесь. Уважаемый любитель рок-музыки, вот если вы угадаете, для чего это, то я даже не знаю, что я вам сделаю. Я что-то вам сделаю. Ну, типа спою новую песню по приезде в Москву. Вот участники группы Волчука СД, так и не понял, что это такое, и я не понял. Может, для красоты все-таки. Но тут какая-то дырочка. Может кричать, спасайте нас, люди добрые. Ну, не знаем, для чего, но я вспоминаю сразу Париж. Помните, у них Айфелева башня. Я сначала думал, что это для того, чтобы передавать сигналы, радиосигналы. А кажется, просто так для красоты построили. А потом внутри Версаля, помните, они стеклянную пирамидку поставили. Какой-то нонсенс. Представляете, архитектура средних веков. И стоит стеклянная пирамида. Ну, это же додуматься. Мы спросили, а зачем это? Они говорят, для красоты. Вот просто так. И это стало достопримечательностью французской. Вот сейчас французскую столицу, ее символом является Айфелева башня, которую просто так поставили. Для красоты. Все сразу понимают, что это Париж. А второй вот это стеклянная пирамидка. Это тоже уже узнают, что это в Версале. А там внутри музей. Лувр внизу. Так и здесь. Мы поняли, что это для красоты. Уважаемые любители, очень хочется посмотреть на Дубай с высоты птичьего полета. Вчера мы смотрели с Палмью на Пальмовые острова. А сейчас посмотрим на весь Дубай. Вот так. И будем, я надеюсь, совмещать это с вкусной едой. Вот мужчина не даст товарить. Вкусно там готовят хоть? Плохо, говорит, готовят. Говорят, плохо готовят. Зря едете. Ну честный человек. Вот честно, ребята. Не врут. Не на рам. Спасибо. Спасибо, что предупредили. Будем осторожны. Уважаемые любители рок-музыки, мы взлетаем 12 метров в секунду. У вас там еще уши не заложило. Боже мой любитель рок-музыки, у членов группы Волощука из ДАУ некоторых закладывает от скорости перемещения вверх и перепад от давления. Ну ага, Волощука из ДАУ, он же моряк, поэтому его не берет. Меня хоть в космос отправляй. Здоровье тут вот такое. Не дождетесь, как говорится. Там хейтеры некоторые советуют, когда же он один пишет мне, когда же он уже помрет. А я ему говорю, не дождетесь. И хотел привести слова Владимира Владимировича. Как бы мне не простудиться на ваших похоронах, но он сдержался, сдержался. Но я передаю ему привет. А, подъезжаем. Подъезжаем. А, 123-й. Прошу вас, выходи. Добрый вечер, уважаемые любители рок-музыки. Здравствуйте. Мы приехали покушать и посмотреть вниз. А, можно? Конечно. Получится у нас? Елена Ивановна, тут хорошие люди говорят, что все получится. А повара у вас как хорошо готовят? Да. Очень вкусно. Обманул тот человек внизу. Мы его спрашиваем, вкусно? А он вроде не понимая вас. Мы поняли, что он просто скромный товарищ. Оказывается, вкусно. Сейчас проверим. Девчонки. Да. Мы заказывали видовой столик, чтобы было возле окна. Да. Поехали. О! Для русских рок-звезд самые лучшие столы. Правильно, я не швать? Поехали. Узнают рок-звезду русскую. Полчуха издать. Можно у вас автограф задать? Разпишусь где-нибудь. Ну, потом распишусь, когда пройдет все, забили. Хорошо, давай. Вот это? Супер. Хорошо. Уважаемые любители рок-музыки, ну вот мы и на 123 этаже. Бурж-Халифа. В ресторане Атмосфера. Внизу ночной Дубай, если вы обратили внимание. А нам выделили самое лучшее место. Потому что, как узнали, что приехал русский знаменитый рокер Волочук СД, они все говорят, только всех отодвинуть в самое лучшее место. Поэтому нам в этом потаенном уголке, прям возле окон, чтобы было видно все внизу, выделили вот это место. Уже приняли у нас заказ. И перед тем, как мы начнем трапезничать, я буду рассказывать вам про яство, заморские диковины. Я хочу рассказать о том, что я приехал в рок-путе. Это путешествие с самой лучшей половиной рок-группы Волочук СД, с женской половиной. Во главе с генеральным директором, продюсером и режиссером Еленой Ивановной и двумя клавишницами. Младшей клавишницей и старшей клавишницей Еленой и Екатериной. Я решил им сделать подарки. И втихаря, чтобы они не знали, я заказал именные духи с гравировками. Начну показывать вам. Вот Ив Сан-Лоран. Это для младшей клавишницы. Видите, здесь выгравирована Елена. Вот такие вот духи. А я уже вам как-то говорил, еще повторюсь, что здесь за контрафакт. Если подделку ты будешь продавать, смертная казнь. Поэтому здесь гарантированно хорошие духи. Доченька, держи. Когда ты будешь на сцене, чтобы ты хорошо пахла. Спасибо. Старшая клавишница тоже Ив Сан-Лоран. Вот любят они Ив Сан-Лоран. Ну что ты сделаешь? Говорят, Ив Сан-Лоран хотят. Ну вернее, ничего не говорили. Это было все тайное. Но я знал просто, что Екатерина Сергеевна любит Ив Сан-Лоран. Екатерина Сергеевна, вы должны быть лучшей в Институте международных отношений. Не только лучшей клавишницей, но и лучше всех пахнуть там должны. Держите. Главному человеку в нашей рок-группе я даже не спрашивал, какие духи ей нравятся до этого. Потому что я хотел выбрать те духи, которые нравятся мне. А мне нравятся. Жан-Поль Готье. Ну обалденный чувак. Он делает такой шлейф идет в вечерних духов. Я сам обожаю Жан-Поль Готье. Духи. Знаете, идет торс мужской. Вот такие духи обалденные. А здесь торс женский. И здесь выигравлена самая знаменитая рок-фамилия России. Волощук. А чем Жан-Поль Готье еще знаменит? Помимо духов, он в первую очередь заменит одеждой. Это кутюрье. И ему славу пронесли одежды женственные, с облегающей фигурой. Классика вечернего платья. Никакой-то там новодел. Непонятно, что на голову, на телу, на пяль, непонятно, мужик, это идет. Или баба. А тут еще такая женская фигура подчеркнута. Руть, талия, все. Вот такие длинные платья в пол. Елена Ивановна, вам, как самому моему любимому, самому главному человеку в жизни, дарю духи, которые... Мне больше всего нравится. Жан-Поль Готье. Держи. Нам начинают уже приносить какие-то напитки. Но воду принесли, если вы обратили внимание, мою любимую Сан-Пелегрину с газком, холодненькую. И еще до того, как принесли закуски, я решил выпить. Хотя это не по-моему. Я обычно пью всегда под закуску. Меня научили. В детстве, знаете, в советских ресторанах официанты вместе с сотрудниками ресторанов очень любили, когда приходила какая-то компания, взять, напоить их, не подносить закуски. А потом уже люди уже забывали про ту закуску, что они там заказали, они уже все пьяные и все, все по-парабану. И поэтому меня раз научили так два. А когда мы там напивались ву смерть и не успевали даже что-нибудь съесть. И поэтому после этого я стал пить только после того, когда приносят закуску. Вот принесли, вот тогда. То есть друзья говорят, давай, что-то будем ждать. Ирония, ребята. Я научен горьким опыта. Будем ждать. Поэтому мы, как правило, дожидались, потом наливали и произносили тост. А потому что без тоста нельзя, вы же знаете. Потому что без тоста застолье превращается в обыкновенную пьянку. А вот этого допустить интеллигент никак не может. Потому что душевная беседа и застолье это, конечно же, лакомство такое интеллектуальное. И вот, уважаемые любители рок-музыки, принесли закуски, теперь можно произносить тост. я хочу выпить за моих прекрасных женщин, которые со мной, которые всегда меня поддерживают во всем и вдохновляют меня на творческие свершения. Вот за них я хочу выпить и в их лице, уважаемые любительницы рок-музыки, пью изо всех вас здоровья всем счастья и любви. Спасибо, что вы есть на белом свете. И попробуем. Это креветочки в таком ответе, стаканчики вафель нам как мороженое маленькое. Ну, согласитесь, очень прикольно сделано. Мало того, что оригинально, но и вкусно. Вот так. Уважаемые любители рок-музыки, но и здесь не хуже, чем в наших московских ресторанах. Хлеб и масло. А я же вам рассказывал, что это лучшая закуска. Хрустячий хлеб и свежее масло. Попробую. Хоть мне и запрещает мой режиссер и продюсер объедаться хлебом. Но ради вас я иду на этот подвиг. Иду. Ну, вот этот гастрономический подвиг. Возьму кусочек хлебушка. Свежий, свежий, хрустящий. И маслица. Ну, чуть-чуть, буквально. Мудрые, ребята, мудрые. В чем мудрость? Расскажу. Обычно приносят пресное масло. Настоящая сливочная маска хорошая, но пресная, не соленая. А здесь уже подсолено и подперчено. Но вот это с розмарином. А вот это я еще не пробовал. Сейчас попробую. И хлеб свежающий. Вот его только приготовили. Только испекли. Соленая масла с запахом тарагона и с кусочками кураги. Прикольно. Очень вкусно. Хлеб хрустящий, просто изумительный. Порадовали. Повар порадовал, разбирается. То есть сначала вот эти мороженки маленькие с креветочками. Вкусно очень. И с азотом жидким. Потом хлебушек. Очень вкусно. Ойстерс. Из окон, а вернее сквозь стеклянные стены ресторана открывается прекрасный вид на вечерний Дубай. Все улицы, проспекты, все здания, парки и скверы, которого прекрасно освещены. Не в смысле того, чтобы лучше было видно, а в смысле художественности архитектурного освещения. Особенно хочу отметить цветомузыкальный фонтан, расположенный у подножия, на площади перед зданием Бурж-Халифа, внизу, прямо под нами. Вы спросите меня, а что ж тут такого необычного? Во многих городах мира есть цветомузыкальные фонтаны. Согласен, есть. Но все-таки у арабов с их деньгами и амбициозным желанием быть впереди планеты всей по многим позициям. И фонтан намного круче, чем в других местах нашей прекрасной планеты. Вкратце расскажу об этом фонтане. Он называется фонтан Дубай. Расположен в искусственном озере площадью 12 гектаров, прямо перед зданием Бурж-Халифа. Это один из самых больших фонтанов в мире. Его длина составляет 275 метров, а высота струй достигает 150 метров. Фонтан подсвечен почти 7 тысячами цветных и точечных прожекторов. Фонтан в отдельные моменты поднимает в воздух до 83 тонн воды в секунду. Музыкально-световые представления этого фонтана проходят с 18 до 23 часов через каждые 30 минут. В основном это светомузыкальное действие проходит под местную арабскую музыку. Но вы же понимаете, что я не просто так рассказываю вам про этот фонтан. Его можно назвать самым настоящим рок-фонтаном, так как здесь звучит песня одного уважаемого мною рок-коллектива, а именно группы Саймон и Гарфанкел, но в исполнении другого уважаемого мною рок-коллектива чикагской хэви-метал группы Дисторпт. И песня эта называется The Sound of Silence, которую Саймон и Гарфанкел исполнили в далеком 1964 году, а группа Дисторпт сделала кавер на эту песню в 2016 году. Прекрасная песня и в том и в другом исполнении, но звучит здесь именно Дисторпт. А еще этот фонтан вызывает у меня уважение тем, что здесь звучит и песня нашей русской великой певицы Аллы Пугачевой «Любовь похожая на сон». Ну а без нас, без русских как? Без нас никуда, даже арабам. Ну и еще один интересный факт. Постройка фонтана обошлась в 218 миллионов долларов, то есть в переводе на рубли это где-то порядка 16 миллиардов рублей. Вот такой фонтанчик видно нам с 440 метровой высоты из ресторана «Атмосфера», здания Бурж-Халифа. Ну что хочу сказать, атмосферное зрелище. Уважаемые любители рок-музыки, ну пронесли первый транш, то есть горячие и холодные закуски. Расскажу вкратце что пронесли. Устрицы. Я как-то раньше не знал что такое устрица. по-моему первый раз приехал во Францию, а друзья говорят «Устрицы, давай, 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 подюжинки давай, я даже не знал что это такое. Попробовал как они едят. Ни рыба, ни мясо, это пресная вещь». Вот а потом распробовал. Знаете обалденная закуска. Ну можно под хороший вискарь со льдом. Классная сброска. Вот это у нас фуагра горячая, то есть гусиная печень горячая. С гренками такими специально под фуагра сделана. Вот это буррата итальянский сыр сверху. Он твердый внутри жидкий. Очень вкусная вещь. Это чесночные улитки виноградные в чесночном соусе. Под них вот эти вилочки. Если вы обратили внимание и под них чесночные гренки. И вот это вот гребешок на подушке из трюфельного пюре. Японская клубника. Сейчас будем пробовать. На что делать? Куда деваться? Начну с устрицы. И видите традиционные к ним поданы соусы так будем говорить. Вот этот раз на любителя просто. Вот это вот чили и лимон. Ну вот я допустим люблю с лимоном. То есть беру лимончик видите тут аккуратно он такой сюда его выдавливаем. Можно попробовать. Прекрасные свежайшие устрицы. Единственное что я сожалею только об одном что я бросил пить. Вернее радуюсь. Это я пошутил. Я очень рад что я бросил пить. Уважаемые любители рок-музыки ну пришла пора попробовать улитки виноградные. Специально видите штуковина такая выковыривать их оттуда. Сейчас проверим насколько они делают хороший чесночный соус. Вот она красавица. Надо дополнять гренками. Чеснока маловато. Вкусно свежо но чесночный вкус не ярко выражен. так так я сказал. Улиточки это первый прокол этого ресторана. Сказали в чесночном соусе. И они и гренки. Чесноком не пахнут ни гренки ни чесноком не пахнут улитки. То есть там может чеснок и есть он уже термически обработан запаха там нет чесночного. Самые лучшие улитки виноградные в чесночном соусе я ел в Финляндии в Хельсинки. Такой корабль подавали в таких кассетах по 6 штук. Улитки в чесночном соусе. Вот ярко выраженный запах чеснока. Вкусно разжигает аппетит потрясающе. Подавали горячее. Подводку закусь идеальная. Просто изумительно. Вот такие вот. Здесь вкусно все свежо все хорошо. Чувствуется что душу уложили. Чесноком не пахнет. А все таки чесночный соус самый популярный при приготовлении виноградных улиток. Пробуем фуа-гра. Под нее пронесли тостики. Вот это сделано грамотно. Очень вкусно. Во рту тает. Как и должна приготовлена быть фуа-гра. Прекрасно. Хочу понять что это за соус здесь. Не знаю что за соус вкусный. Уважаемый любитель рок-музыки приступаю к следующей закуске. гребешки на трюфельной подушке. одну я с вашего позволения конечно же сейчас попробую и съем. То есть гребешки на картофельном пюре с трюфельным пюре перемешанное плюс клубничка сушеная японская как они сказали и сушеная рыбка. Вот такая вот видите и все вместе это очень вкусно. Хорошая закуска хорошая такая оригинальная очень. уважаемые любители рок-музыки принесли основное блюдо и вид у них конечно очень аппетитный. Угадайте что я заказал? Я заказал японскую мраморную говядину стейк из нее в средней прожарке. а чем хороша японская говядина мраморная вы не знаете а я вам расскажу японцы первые придумали выращивать бычков чтобы там получалось мраморное мясо то есть мясо мякоть была пронизана прожилками жира и когда срезаешь он получается как мраморное прожилки беленькие жира красное мясо вот они это первое начали делать а потом уже весь мир научился делать почему потому что с таким жирком оно прекрасно жарится оно не сухое я хочу сейчас попробовать как оно звучит я имею в виду вкусовой 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 звук пока без соуса попробую я лучше не ел вот так я скажу я лучше стейка не ел просто великолепно во рту тает представляете говядина а сейчас попробую с соусочком сладкое пюре из тыквы ну это просто вот это язык проглотит вот это я за вот это блюдо прощаю им улиток которые чесноком не пахнут они были свежие но чесноком не пахнут прощаю это срезать бал полбала срежу а теперь я попробую это с картофельным пюре посмотрю как они картофельное пюрешечку приготовили ну не зря мы на такой высоте это высший пилотаж и я хочу поднять тост я хочу выпить за высоту за то чтобы наши помыслы были высокими чтобы наши цели были космическими что мы стремились в высоту чтобы наша жизнь была чтобы наша доля была высокой особенно наших детей нашего подрастающего поколения чтобы они мыслили масштабно сейчас мы находимся на высоте 440 метров 123 этаж в среднем 4 метра этаж 440 с чем-то метров и поэтому давайте за то чтобы наши мысли были высокими и помыслы наши были чистыми давайте за вот это вот это настоящая высокая кухня и еще они к этому стейку принесли соус сказали что это соус из говядины с каким-то вином я вы знаете что я прекратил потреблять спиртное его даже но ради вас я иду на риск попробую как они тут этот соус куда бы он налить чуть-чуть чуть-чуть не, вот сюда налью чтобы не испортить себе вкус и вы заодно посмотрите как он вот так вот так он выглядит пробую но сейчас понюхаю ну вином уже не пахнет оно же горячее все но вывязалось поэтому я безопасно потребляю алкоголь масло масляное говядина с говяжьим бульоном не прочувствовала разницы поэтому я лучше пюрешечки ну а вот это заказали участники рок-группы Волощука СД одна из участниц заказала точно такое же бюштекс ну или стейк из мраморной говядины а вот это вот лобстер которую заказала Екатерина Волощук я пробовать не буду потом они нам расскажут вкусно или нет а вот это заказал наш продюсер уважаемый всемирно известный это тюрбу ну или в переводе на русский язык камбала с каким-то соусом сливочным выглядит все очень аппетитно и что я хочу отметить что здесь очень грамотно сделали они как они принесли все одновременно не так что приносят одному принесут а второй сидит ждет когда тому принесут это уже все остыло а тот уже сидит заскучал а тот уже объелся одновременно пронесли основные блюда отмечаю это грамотно потом расскажу вернее перескажу мнение участников рок-группы уважаемые любители рок-музыки но даже ради вас я не могу этот подвиг завершить но это для меня много я не могу столько съесть я уже поделился со всеми членами рок-группы и все равно да есть не могу вкуснейшее мясо язык проглотить но в меня больше не влазит я жду кофе латте свой любим и выставлю оценочку меня уже осуждают за то что я оценки выставляю а куда деваться я ж я ж профессор я ж без этого не могу я пробую все время кому-то оценки ставить хорошие или плохие но что-то ставить вот сегодня Елене Сергеевне ставлю 5 баллов младшей клавишнице она сама не знает за что а просто так вот захотелось мне сегодня поставить ей 5 баллов вот 5 баллов тебе Елена Сергеевна а тебе Екатерина Сергеевна 5 с плюсом за то что ты сегодня не побоялась доплыть аж до буйку ну опасается акул боится говорит тут акулы кусаются за ноги пока плавают я говорю так уж маленький она боится поэтому за смелость тебе 5 с плюсом ей ну а режиссеру я меньше пятерки с двумя плюсами никогда не ставлю потому что потом могу получить получить на орехи а я же очень люблю орехи понимаете поэтому я и ставлю 5 с двумя плюсами потому что я работаю по 5 балльной системе как советский профессор вы же поймите это что у них там за границами 10 баллов 100 баллов всякие там запутайся специально берут устанавливать 10 балльной системы ребенок проходит ты сколько получаешь 5 баллов папа говорит молодец сынок а у них 5 баллов это 2 с плюсом а по 100 балльной системе вообще можно шарики за руки запустить поэтому я оценю строго по 5 балльной системе ну плюсами и с минусами сейчас они мне принесут кофе и потом я подведу итоги в рамках 5 балльной системы ждите уважаемый любитель рок-музыки выхожу на финишную прямую и ресторан выходит на финишную прямую и ждет моей оценки пробую кофе латте докладу на первом этапе пенка вкусная перехожу к второму этапу гонки на выживание пью хороший но мы там в отеле попробовали турецкий кофе на пляже в ресторане пляж на песке на горячем приготовленное ну такие маленькие чашечки ну очень вот такой турецкий кофе обалденный не знаю почему он получается у них такой вроде бы что там на песке не на огне а на песке но обалденный но это тоже очень хороший очень вкусный кофе настало время подвести итоги холодные запуски бурата сам лично не пробовал участница группы вообще ксд показывают такой знак а это означает 5 баллов фуа-гра великолепная фуа-гра отличная устрицы хорошие устрицы сочные свежие крупные отличные устрицы соусы к ним грамотно все сделано греночки специальные под них все все сделано как положено аутентично по-французски нормально гребешки с пюре отличная закуска холодная вот такая хорошая всем 5 баллов всем этим блюдам а вот улитки чесночные срезаю сразу целый балл они вообще не пахнут чесноком ну просто к ним еще дали чесночные гренки они тоже чесноком не пахнут как они это сделали я не понимаю я честно говорю я не понимаю как можно чеснок убить запах ну только сварить его запах чесает но наверняка температурном режиме передержали запаха поэтому минус 4 балла нет 4 с половиной 4 с минусом горячее блюдо все блюда на 4 с половиной все хорошие и тюрбо имеется ввиду камбала отлично 4 с половиной лобстер это Екатерина волощук пробовала заложила говорит вкусно но говорит 5 бы не поставила поэтому 4 верю ей верю кому-кому а ей верю 4 с половиной и стейк из мраморной говядины 5 с плюсом но я честно говорю я вкуснее стейков не ел я был в Англии я был в Ирландии был на родине стейков я таких просто язык проглотить так повар его прекрасно приготовил 5 с плюсом кофе пятерочка пятерочка и того там было 4 а тут 5 с плюсом уравновешиваем все равно до пятерок не дотягивает 4 с плюсом вот этому ресторану но еще правда вот вид тут прекрасный тоже пол балла добавляем пол балла добавляем вроде бы 5 но все равно 5 не могу поставить почему да потому что режиссер мой заказал себе бутылочку венца итальянского пино гриджо такого кисненького прохладненького хорошего вина под свою рыбку и официанты спали приходилось звать чтобы он долил в бокал дополнил бокал поэтому минус целый срезает официантов приходилось звать но вроде бы все классно но минус целый балл срезает поэтому 4 с половиной твердых мишлену повара нету и здесь вообще мишленовских звезд нет как и в России то есть мишлен еще сюда не добрался мы уточнили они только ведут переговоры с городской властью чтобы сюда зайти так же как и в Москве но в Москве уже в этом году заходят присваивать мишленовские звезды ресторанам проверять здесь пока нет общая оценка ресторану за эксклюзив за все вместе за кухню 4,5 балла вот так вот я бы сказал вы скажете заелся волосчук сидит на 123 этаже с видом прекрасным на город ест мраморную говядку а пятерку не ставит не ребята обслуживание хромает приходилось приходилось вставать самому и нести бутылку вина сюда это срезается балл минимум оно там стояло я потом сказал сюда неси вот оно стоит то же самое было с солью с перцем просто встать и сказать ребята принесите мне соли и перец поэтому 5 баллов тут быть не может извините извиняюсь перед этим рестораном но 5 баллов я ему поставлю 4,5 вот так ваше здоровье уважаемые любители рок-музыки ну вот уважаемые любители рок-музыки наше рок-путешествие по арабским эмиратам завершилось прекрасным прощальным ужином в ресторане атмосфера на 123 этаже здания Бурж-Халифа до свидания друзья до новых рок-путешествий из жизни русской профессуры из жизни докторов наук истории вам без цензуры расскажет рокер Валащу Валащу Валащу